всем привет смотрите где артем поставил машину вообще не во дворе вчера во дворе все было занято пришлось поставить на улице на дороге еду еду на работу уже под шубку надеваю утеплитель очень хорошо получается сейчас немножечко прогреемся пять я вышла заранее что приехать зал пораньше чтобы не спешить не бежать офигеть я пришла к нам в зал слышите музон там во-первых все красного цвета с той стороны что там происходит блин надо открыть посмотреть там на диджеи просто в соседнем этом помещении снимают зал и тренируются так вот смотрите видите у меня вот эта штука жду своих девочек они придут в час не тут рядышком работают и приходит ровно в час мы занимаемся 45 минут и не убегают это у них обеденный перерыв сейчас вот до двух вот как вы видите я уже двигаюсь уже наклоняюсь приседаю уже у меня ничего не болит слава богу спину попустила ровно две недели я вот это вот мучилась представляете так сейчас все таки попробую спросить у них до скольки у них это музыка планируется быть то мы наверное свою не перри своей не перебьем а а а а а а а а я запекала картошечку это артему а это мне вчера тут делала курицу остался жир с курицей я на этом запекала картоху думаю должно быть вкусно а еще а еще нам пришел пылесос большой большой какой-то супер модный пылесос из китая там такие отзывы были что просто лучший пылесос который придумала человечество и он теперь у меня там может быть сегодня распакуем может нет не знаю распакуем сегодня дмитрий сидит с документами сегодня уже следующий день пылесос таки не распечатали вчера не было времени я сегодня утром вот этих вот журавлей своих кормила лекарством это был ужас мне пришлось их выловить клетки по одному и запихнуть со шприца в клюв лекарства ну то что он поддался нормально я его поймала а лайму я ловила минут десять наверное в этой клетке ну а нам себе все крылья переломает не представляет два раза в день делать лайме пожизненно так смотрите пылесосик это мне прислали на обзор китайцы бесплатно то читала отзывы надо он мне или не нужен и он в принципе у меня пылесос есть хороший пылесос недавно как лет года назад покупала да мне в так понравилось то что там написано в отзывах я согласилась на бартер бесплатный ну типа они мне присылают а я их рекламирую вот и так вот что мы здесь имеем инструкции ого щёточка какая-то ладно щас разберу и покажу вам ну там ну кейси а киргам с униу фейси а мальчу и на плаку лау бейсмэнс и сжар сайси кава сейси спелли на нас и киспалу зону гаун гаун пекина битвейси на увейси целыми университ конструктор лего тут у меня целый смотрите три насадки одна вот такая ну вот основная так понимаю да класс блин супер писали в комментариях что очень удобно и вот эти насадки что очень сильно он всасывает воздух и прямо какой-то старый ковер примятый у кого-то распушился после того как он использовал этот пылесос смотрите какая-то странная такая щетка наверное это для мебели скорее всего для диванов типа мягкой части это не точно это вот поменьше такая тоже так теперь смотрите тут ну как его всех пылесосах всякие насадочки переходниками вот это что за агрегат 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 ага а сюда вот этот вот наверное переходник должен быть да агрегат 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 в общем у меня получилась конструкция такая же как на картинке только я щетку другую прицепила вот пока мне непонятно для чего вот это такой переходник он вот такой и для чего вот это мне непонятно ну с этими насадками ясно это просто другие насадки у кого есть идеи пишите может это для типа полочка для хранения ладно надо еще там полистать инструкцию но я сейчас хочу проверить как он будет пылесосе сейчас вот этот коврик у меня он особенно тяжело пылесосится на него все очень сильно цепляется и он такой цепкий да и вот прям здесь уже очень пора из-за того что у меня болела спина я не пылесосила две недели и поэтому как раз хорошо сейчас для теста так как мы его берем вот так так нажимаем кнопочку блин прикольно что он без проводов конечно потому что он без проводов так так фи вау очень удобно вот так хорошо удобно поворачивается все прикольно что он пришел уже заряженный мне хотелось бы чтобы он а ой тут скоро сильнее сосов смотрите это я на самой меленькой скорости было смотрите вот тут получается все собирается наверное должно хватить на одну уборку блин круто он конечно вот так вот вот так вот его поднять ну как бы нелегкий я вам скажу но за счет того что он тяжеленький он хорошо придушивается к полу придушивается хорошо по так вот я смотрю ход для зарядки вот это внизу аккумулятор ну да из аккумулятор он наверное тяжеловатый вот ну в принципе его то поднимать особо не надо его просто вот так вот ходишь с ними все слушайте мне нравится вот штука мне кажется вот так она для того чтобы как-то его фиксировать потом куда-то типа цепляй где-то раз повесить там к стенке до чтобы него было место подошли видео он не стоит ну сам та елки палки тут еще нужно привыкнуть вот здесь держаться и за кнопку не браться вот так мне на первый взгляд нравится я им про пылесоси всю квартиру значит смотрите друзья только что списалась с китайцами все узнала значит эта станция но я уже так это догадалась станция которая цепляется где-то к стенке здесь там к ней идут в комплекте вот эти все составляющие чтобы это при делать к стенке и таким образом пылесос у него есть свое место и это очень удобно и насадки не теряются вот он вставляется сюда очень легко вот аккумулятор смотрите раз туда он засовывается чикс и все и получается что таким образом он у нас замечательно у него есть домик дальше эта щетка для мебели а это щетка для пола без ковров он намного тише работает но вы сейчас слышали я разговаривала и было слышно меня и пылесос не так шумит как обычный пылесос то есть уровень шума у него намного ниже и я это подтверждаю на самом деле дальше заряда одного хватает на час и вот этой колбы хватает на одну большую квартиру уборки то есть не нужно там два раза ее менять этого хватает вот эта щетка легко достается вот здесь вот вот так монетку вставляем об и щетка вынимается не буду сейчас тут трусить ее смотрите что еще очень круто что его можно использовать но во-первых вот эта гибкая насадка его можно использовать в разных местах труднодоступных да и плюс мне больше всего это нравится что можно делать уборку в машине то есть любую насадочку вот этого допустим используем или большую даже цепляем сюда здесь все легко очень меняется и можно пылесосить машине тебе не нужно его подключать никуда да и он очень мощный при этом так смотрите вот эта насадка цепляется напрямую вот сюда либо к большой палки неважно но так как машине пылесосить вот так это же вообще просто сказка ты взял себе и все сделал полностью уборку в машине в салоне все почистил багажнике это просто офигеть это я уже пропылесосил всю квартиру потому что безумно интересно это делать мне нравится эти все щеточки тут видите насадочка двигается туда-сюда здесь есть такая насадка получается и есть насадка со щеткой вот так вот так же само меняется вот эта насадочка вот так вот со щеточкой или же опускаем ее вот так вот можно засовывать везде там на окнах подоконнике вот эти вот да тут все можно пару пылесосе всякие короче круто этим пол моем прикиньте со щеточкой я только не знаю можно мочить или нет ну чуть-чуть наверное нельзя ее мочить а просто как бы да еще инструкции посмотреть внимательно класс я очень сильно довольна пылесосом спасибо большое тем кто меня нашел и прислал мне этот пылесос я рада больше информации обязательно посмотрите в описании я там написала характеристики все этого пылесоса там уровень шума всасываемся в общем все эти цифры кому интересно посмотрите там конечно же будет ссылка где вы можете купить приобрести этот пылесос я вам гарантирую что вам вы будете очень довольны этой покупкой много негативных комментариев я прочитала по поводу дизайнеров которыми я снимала видео по поводу перепланировки моей квартиры что за колхозники почему так как-то все непонятно почему не показать по современному на картинка как это все делают и то что есть этапы определенные в этом всем процессе и до этапа визуализации нужно сначала сделать замеры квартиры примерно поговорить с хозяином квартире что он хочет как он видеть предложить варианты что они собственно и сделали и только после этого идет перенос это все на бумагу то есть в масштабе когда уже и замеры показывается где будет стоять мебель куда переносим стены там санузел и так далее и после того как это все одобряется делается визуализация проекта где уже видно в 3d формате это все как на фотографии вот каждый этот этап стоит денег я сейчас заказала этап замера квартиры и чертежей там целая получается такая книжечка в которой перенесены чертежи там планировка потом мебель и стены ну короче там много всего вот мы же уже это делали в с квартирой которая сейчас артем делает для нас вот и потом только визуализации это стоит больших денег на самом деле и я не хочу заказывать визуализацию в квартиру которая рассчитана для для сдачи потому что если я захочу там потом сама жить все равно не нужно будет делать ремонт и уже лучше тогда я сделаю визуализацию вот а сейчас просто понять как лучше расставить мебель учитывая то что у них есть опыт как более удобно чтобы там не наделать бесполезных таких вот каких-то моментов которые могут потом создавать неудобства во время жизни в этой квартире компания это одна из лучших лучшая дизайн-студия в черкассах мне ее рекомендовали знакомые я очень довольна сотрудничать с ними пока все нормально сейчас поеду у нас с ними встреча у них в офисе и посмотрим что они мне предложат что они там нарисовали тоже как ты ко мне пришел ты на меня не обижаешься что я тебя сегодня такое извини я тебя лечу надела сегодня теплую кофточку потому что здесь есть капюшон пока у меня нет шапки буду надевать капюшон грею машину и как всегда что смотрю информацию сейчас прямой эфир зале я вышла в прямой эфир в инстаграм чеки трехолог поставила га по мужскому типу у врача другого нет способа как тебе кайку шлубка повесить типа названием диагноз ты как разумное существо идешь в интернет читаешь про этот диагноз у тебя появляется вот этот мандраж ты прекрасно понимаешь что ага не лечится потому что так они там описали и ты становишься просто потрясающим толстым толстым кошельком для фарм индустрии почему потому что ты начинаешь искать способ какой то мезотерапия то плазма лифтинг то лекарственные препараты то разные мазют они не делали мезотерапии для волос и ты оставляешь в этом центре не кстати трихолог сказал что у меня стоит клиент нужно наладить питание нищий косой который оставил в медицинском центре мой ученик когда-то до меня минимум 30 тысяч максимум 5 миллионов так я пришла так наверно снимать не буду это они там тоже начитались ваши комментарии я думаю быть неприятно все я уже машине еду домой полтора часа мы просидели разбирали планы там в общем они нарисовали мне 4 проекта с перепланировкой короче со стенами где убираем где не убираем стены с разной расстановкой мебели я выбрала тот который мне больше всего понравился моего немножко еще подкорректировали и теперь уже окончательный вариант они мне сделают и тогда можно будет решать по визуализации артём против того чтобы делать визуализацию потому что горит это лишняя трата денег и типа если хочешь делать визуализацию делай будешь там сама дальше делать ремонт по этой визуализации и мол я тебе помогать не буду вот ну как я без его помощи он теперь мне дилемма делать визуализацию и дальше делать искать кто будет это все реализовывать вот или же или же самостоятельно ну так с ним вдвоем с поддержкой его работников которые уже там делать в той квартире ремонт делать своими силами придумывать что будет выглядеть мне это очень тяжело придумать придумывать без визуализации артём просто так упрямо к этому относятся вот тут не надо это и все зачем можно и без этого хорошо будет и вон я же сделал и все хорошо в квартире где дарина сейчас там все делалось без визуализации на свой вкус все же хорошо все нравится все это все кто не заходят всем очень нравится как-то так вот так надо сказать давай да надо давай приготовить и подписывайся на канал в виктория в виктория